здравствуйте мальчики девочки бабушки дедушки дамы и господа давненько мы с вами не виделись на канале и сейчас я изложу вам свое видение на самую большую тайну нынешнего времени план путина в отношении украины проблема непонимания тут в том что путина начали объявлять сумасшедшим если вы объявляете человека сумасшедшим вы его никогда не поймете я сам скептически вообще в целом к психиатрии отношусь потому что это область деятельности которая как бы лечит человека но где нет понятия нормы в принципе и так деноцификации и демилитаризации деноцификации это понятно политические репрессии против более-менее националистических сил и насильственное насаждение русского языка а что такое демилитаризация как бы вроде бы казалось непонятно но понятно если увидите проговорки и аналогии проговорки и аналогии не отсылают к крыму и финляндии поэтому тут будет не будет конечно уверен что не будет но предполагалось что некие некая средне квадратичная что ли из двух вариантов первое крымский вариант когда просто украинские военные переписываются в российскую армию украинским военным частям присваиваются российские номера из ну соответственно идет ротация кого-то из украинцев отправят в чету и в манзю какой-нибудь и служить а соответственно из канцка там и кого-нибудь смоленска пришлют ребята служить в воинских частях украины это как бы крымский вариант а финляндский вариант это когда распускается национальная армия вводится армия россии на территорию украины там она постоянно дислоцируются в военных городках но остается некая церемониальная церемониальная армия которая может ходить на парады есть стрелять салюты может быть она вся будет западной украине сосредоточена вот мне кажется что понимание было какое-то вот такое но в чем тут он могут быть проблемы проблемы тут очевидно во первых фактор западной украины которая считает себя частью соборной украины и где вряд ли найдутся много сторонников такой идеи ну и второе то что чем больше война затягивается тем больше будет убита ранена там замучена помучена украинских военных и насколько после этого можно будет договориться с их товарищами о том что они просто перри перекрестятся в трактористы или наденут российскую форму вероятность реализации такого сценария она уменьшается что играет против украины это все-таки то что зеленский переигрывает в каких-то ситуациях как вот с бабе мяром с запорожской аэс ну и такие персонажи 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 как денис прокопенко комполка азов много вопросов это судя по той информации которая у нас есть в россии информации из украины у нас все меньше поэтому можем смотреть ваши каналы больше никак ну вот спасибо за внимание берегите себя и своих близких сохраняйте целостность психики а